Здравствуйте! В студии Павел Белявский. В сегодняшнем выпуске программы Букинформ корреспонденты нашего канала, как и обещали, расскажут все о торжествах, которые прошли в областном центре и были посвящены Дню города Бреста. Стартовали официальные мероприятия с приема почетных гостей. 25 делегаций, представители десятков городов и семи стран мира прибыли в Брест на текущей неделе. В их числе и официальные побратимы и друзья, отношения с которыми пусть и не запротоколированы, но характер имеют постоянный. Повод – важные даты, день освобождения и день города. Рады вас видеть. Сегодня мы установили маленький рекорд. У нас 25 делегаций, такого в истории города еще не было. И мы очень этому факту рады. Мы нам абсолютно, сами того не понимая, подарили такой праздник, приехав к нам в гости. Для того, чтобы в важный день быть вместе, многие делегации преодолели не одну сотню и даже тысячу километров. Расстояние – дружбе не помеха. Город Брест и город Брест давно дружили, а потом 15 лет тому назад как-то сорвалось все, все контакты. Меня выбрали мером ноября 2015 года. То есть год 80 я уже мером города. И одно из первых дел, чем я занялся, чтобы восстановить связь с городом Брестом. Потому что прям стыдно. У нас партнеры из Китая, из Америки, из Африки. Вот ближайшие, так сказать, родственники славян. Россия, Украина, Белоруссия. Надо восстановить эти все контакты. Я сегодня впервые в Бресте, впервые в Белоруссии. Приехал по приглашению руководства на праздник. Я впечатлен. Нам много рассказывали хорошего о вашем городе коллеги. И сегодня мы убедились в этом лично. Брест очень чистый и красивый. День рождения – хороший повод для встречи, который к тому же имеет важный практический аспект. Это возможность возродить или укрепить деловые связи, наладить диалог, что в современном мире важно. С большинством городов, представители которых были сегодня в Бресте, есть торгово-экономические, партнерские отношения, которые нужно сохранить и приумножить. Я очень рад и счастлив, что могу от имени, наверное, всей Грузии, от имени батумчан поздравить наших друзей в Бресте, поздравить всех брещан, пожелать им счастья, городу процветания. Что самое главное – мира и благосостояние. Будьте здоровы, мы всегда будем стараться на уровне городского управления и в Бресте, и в Батуми, чтобы создать более лучшие условия для наших горожан. И что самое главное – создать обоюдные, хорошие контакты для того, чтобы и в финансовой, и в экономической сфере, и в культурной сфере наши отношения между городами развивались. Ровно два года назад, также на День города, я приехал сюда по рекомендациям нашей белорусской диаспоры, что здесь нас ждут, здесь нас хотят видеть. И мы чисто приехали, чтобы поздравить, вручить подарки и посмотреть, что такое Брест. Огромное неизгладимое впечатление было сразу, почему я и говорю, я своих коллег сюда направляю. Был мой заместитель по социальным вопросам, был начальник управления культуры в мае месяце, чтобы… Ну, вы действительно очень любите свой город и его правильно развиваете. Поэтому за эти два года у нас отношения становятся теснее и все более братские. И мы с Александром Степановичем, ну, просто стали друзьями за это время. Торжества, посвященные важной для города Дате, продолжились в парке культуры и отдыха. Здесь горожан и гостей ждал концерт. Главная тема его номеров – город над Богом. О нем пели, в его ритме танцевали, в любви к нему признавались. И, к слову, совершенно заслуженно. Областной центр растет и развивается. Да, не без проблем и текущих вопросов, но иначе и не бывает. Шаг вперед – это всегда приложение усилий, всегда решение задач. И со своими задачами Брест справляется. Мы ни в коем случае не позиционируем сегодняшний день города как промежуточный день города к тысячелетию. У нас каждый день рождения – настоящий день рождения. И к своему 998 году город достиг многого. Прежде всего видно то, что идет строительство везде. Каждый объект сейчас в стадии реконструкции, проектирования. И к тысячелетию, конечно, это все будет доведено до определенного замечательного уровня. Но день рождения – это повод порадоваться, сказать спасибо брещанам. И повод задуматься, что же еще надо сделать за эти оставшиеся два года. Поэтому впереди масса планов, масса проектов. И я думаю, что все у нас получится. В Бресте живут трудолюбивые люди. Настоящие патриоты, небезразличные к судьбе областного центра. А значит, он просто обязан развиваться. У него нет иного выбора. Я хочу поздравить брещан с праздником, с днем рождения лучшего города на земле, с лучшего города республики Беларусь. И тем более в этом году это подтверждено реальными признаниями, указанным главой государства. Мы с вами на доске почета, поэтому город Брест на самом деле лучший город Беларуси. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К 998-му дню рождения Брест получил немало подарков. В их числе обновленный сад в микрорайоне Дубровка. Мероприятие, посвященное его открытию, стартовало с экскурсии. Провели ее юные обрещания. И сегодня им действительно есть чем похвастаться. Мэр города Александр Рогачук отметил, ремонт с увеличением площадей здания был проведен в оптимально короткие сроки, но без ущерба качеству и серьезных неудобств для детей и родителей. Цена вопроса 2 миллиона белорусских рублей или, если говорить в эквиваленте, 1 миллион евро. Сумма немалая, но вместе с тем гораздо скромнее той, что требуется на стройку с нуля. Создали хороший прецедент, оптимальное использование бюджетных денег для расширения количества мест в детских садах. Вот этим детские садики выгодно отличаются от других. И, по сути дела, решили по микрорайону Дубровка полностью проблему детского сада. Теперь уже жителям близлежащих домов никуда не надо ездить в центр. А, соответственно, дети в центр и везут, транспорт проблемы, пробки, переезды и все остальное. То есть здесь решается много задач комплексных, поэтому я очень доволен, что все получилось. Ну и очень нравится эстетика, раскраска фасадов. Все-таки детский садик, он должен сам, спасибо, быть ярким, красивым, что у нас, наверное, здесь сегодня получилось. Ранее сад был рассчитан на шесть групп, но наполняемость их была в силу обстоятельств гораздо выше, что создавало определенные неудобства. Сегодня учреждение готово принять порядка 220 юных брещан. И не просто разместить на площадях в комплексе созданы все необходимые условия для развития. Конечно же, сейчас я думаю, что рада не только я, рад весь наш район, наши сотрудники, потому что для детей созданы шикарные условия пребывания. В Ленинском районе, по крайней мере, я знаю все 33 сада нашего Ленинского района, дошкольные учреждения по комплектации своей сейчас на данном этапе, конечно же, одно из лучших. В числе подарков городу новые скульптурные композиции. Сразу три от предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Новый арт-объект, к примеру, был торжественно открыт на улице Гоголя, а здесь появился отлитый в металле страж чистоты – дворник. И это заслужено. Без участия этих работников город точно не поражал бы гостей своей чистотой. Я лично работаю уже в коммунальном хозяйстве более 15 лет. И давней мечтой было увековечить память людей, которые делают город красивым. Эта традиция, она будет развиваться, и все, кто работает в коммунальном хозяйстве, должны понимать о том, что их труд будет оценен, высоко оценен, не только, говорится, словом и рублем, но и в металле в том числе. Еще две композиции сегодня находятся рядом с предприятиями. Одна возле коммунальника, вторая – роза в непосредственной близости от теплиц. В процессе создания подарка областному центру сегодня и сотрудники Брестского филиала «Белпочты». В День города они вышли на Советскую с акцией «Поздравь город с праздником». В ее рамках горожане и гости могли подписать открытки поздравления. Лучшие из лучших сегодня отбираются и войдут в специальный альбом. Хотим приобщить жителей, чтобы каждый желающий мог выразить слова благодарности и слова пожелания нашему городу. Пожелайте нашему городу оставаться таким же молодым, красивым, развивающимся, перспективным. И сказать то, что мы любим наш город Брест, и мы горды тем, что мы живем в данном городе. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Эксклюзивные костюмы, зажигательные ритмы, невероятные ощущения. Я не ошибусь, если назову «Брестский карнавал» карнавалом эмоций. Действительно, градус настроения здесь просто зашкаливает. Поделитесь вашими эмоциями, ваши впечатлениями. Великолепно, прекрасно. Замечательно. «Брестский карнавал. Звездная мельница» без преувеличения собрал тысячи брещан и гостей города. Шествие еще не началось, а брещане уже не выпускали из рук фото и видеокамеры, боясь что-то пропустить. Стараясь запечатлеть каждый момент грандиозного представления. От малейших деталей до самых колоритных и ярких действий. Вот, девочки, удачи, здоровья всем, что сделали нам такой праздник. Все ярко, красиво и так празднично. В общем, очень, я не знаю, этот слов нет. Не забываемо. Не забываемо. Нравится. Каждый год смотрим и очень нравится. Участники этого потрясающего своими масштабами шествия – представители крупных предприятий города и творческих коллективов. Каждый из них подошел к украшению своих колонн и созданию неповторимого образа нестандартно и по максимуму оригинально. Крупнейшие предприятия, такие как «Савушкин продукт», «Санта-Бремор», «Бреский мясокомбинат» и «Берестейский пекарь», «Бреская мороженая», «Беларусьнефть», «Жабенковский сахарный завод» и другие украсили свои машины в тематической творческой стилистике. Словно рыба в море двигался автомобиль «Санта-Бремор», украшенный увеличенными макетами своей продукции. Не отставал автомобиль от «Бресского мороженого» и «Мясокомбината». А вот и эффектный корабль от «Берестейского пекаря». Он заслужил отдельное внимание и любовь зрителей. Впрочем, как и «Инкафуд». Машины крутые. А что больше нравится? Ну, конфетти и разные машины. Очень круто. Очень красиво вообще. Слов нет. Очень интересно. Захватывает эмоции. Все красочно и очень здорово. Нетрудно догадаться, что осталось за кадром организации этого поистине величественного карнавала. Долгие часы творческих поисков, кропотливая работа по организации задуманного, пошаговое осуществление идей. Но те, кто шли в колонию, утверждали, что это того стоило. Тысячи восторженных взглядов брещан, нескончаемых улыбок детей и бурных аплодисментов взрослых сопровождали участников. Народ веселится, обмечает, празднует. Вообще класс супер. Надо почаще праздники, почаще. Очень много народа, все весело. Очень-очень весело. Конечно, и почаще. Это красочно, ярко, впечатление на всю жизнь. Знаю, это ведь просто радостью. Без сомнения, сотрудники всех предприятий и творческих коллективов города над Бугом отличились. К креативности образов и полету фантазии участников парада можно было удивляться и восхищаться в буквальном смысле слова без остановки. Не обошлось праздничное шествие и без традиционной бразильской нотки. Вооружившись запалом эмоций и фонтанирующей энергией, в окружении ярких перьев и страз танцовщицы зажигали. Они зажигали сердца. Брестский карнавал – это повышенный градус веселья. Это действо несравнимое с любым праздником. Это, бесспорно, одно из самых ярких шоу в Бресте. Зрелищный праздник, поражающий фантазией людей и их талантом. Несомненно, третий Брестский карнавал в очередной раз стал самым запоминающимся событием в череде праздничных мероприятий. Калейдоскопом ярких праздничных мероприятий запомнится Брещанам день рождения любимого города. Судя по тому накалу эмоций, впечатлений, буйству красок, многообразию развлечений, масштабу гуляний и тому небывалому количеству гостей праздника. 998-го дня рождения Бреста. Сложно даже представить, чем еще может удивить и порадовать город в грядущий тысячелетний юбилей. Лучше Бреста нету места. Лозунг этого дня был полностью оправдан. И брестейцы – гости областного центра, если и не успели побывать на всех развлекательных площадках города, что было крайне сложно, то уж точно нашли для себя развлечение по вкусу. Веселье, музыка и любовь царили на празднике, подготовленном Брестским мясокомбинатом. В день рождения города предприятие подарило Брестскому Арбату композицию со смыслом. Проходя мимо арт-объекта, Брещане будут вспоминать о близких и любимых людях. Открытие скульптуры «Любовь есть» – символы любви и семьи – осуществила молодая пара, связавшая себя узами брака в день рождения родного города. Город Брест любите? Конечно! За что? За красоту, за Брестскую крепость, за улицы, за людей. Наша компания уверена, что эта скульптура станет символом того, что город Брест – это не только город с тысячелетней, богатой, славной историей, но и город, который ценит тепло человеческих отношений и любовь. Ведь все, что нас окружает, создано благодаря этому прекрасному чувству, и мы это используем в нашей повседневной работе, создавая любимые продукты для наших покупателей. Подарки от Брестского мясокомбината на этом не закончились. Гостей праздника ожидали и дегустация продукции предприятия, и многочисленные конкурсы. А главным сюрпризом стал концерт известной белорусской группы «Джей Морс». День рождения города его жители не скупились на пожелания. В адрес родного Бреста звучали искренние поздравления и признания в любви. А что вы любите Брест? О, вы знаете, я его люблю очень давно, 70 с лишним лет люблю. А за что? Это мой родной групп, за его красоту. Сейчас, раньше он не такой был, а сейчас он намного стал красивее, приятнее. Люди стали вежды намного. Здесь проживают хорошие, доброжелательные люди. То, что это чистый город, и то, что я здесь родилась, живу, мне здесь нравится. За уют, за красоту, за тепло, люди замечательные. За красоту, за зелень, за хороших людей. Брест нельзя не любить. Да, Брест нельзя не любить. Советская в этот день была наполнена гостями, ведь на каждом из островков творчества можно было получить заряд эмоций, будь то музыкальные площадки, выставки ремесленников и рукодельниц. Но ухау этого года парад близнецов могли наблюдать зрители, а также делать снимки с героями фестиваля. Целый день на набережной проходила развлекательная программа для детей под названием «Вкус детства». На нескольких площадках ребята могли попробовать себя в спортивных конкурсах, создание картин из песка, сделать аквагрим, познакомиться с особенностями деятельности сотрудников милиции и МЧС, примерить специальную экипировку работников силовых структур. Скучать точно не пришлось никому. В программе развлечения для детей. Таким важным спонсором этого праздника является Брестское пиво, которое предоставляет сегодня дегустацию воды, кваса, напитков для всех пришедших на праздник детей и родителей. Впервые в областном центре в день его рождения прошел праздник Солода и Хмеля. Партнерами массового мероприятия тоже выступило открытое акционерное общество «Брестское пиво». Для всех любителей пенного напитка была подготовлена развлекательная программа с увлекательными конкурсами и музыкальными номерами. Для нас важно напрямую пообщаться с нашими потребителями и в дальнейшем сделать для себя какие-то наработки для организации таких мероприятий на постоянной основе. Ярким аккордом праздника стал большой музыкальный концерт. В нем приняли участие известные артисты областного центра. Торжественно открыл праздник и поздравил гостей с днем рождения родного города председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Городоначальник предложил собравшимся вспомнить о тех глобальных изменениях, которые произошли и происходят, как стремительно Брест готовится и хорошает к своему юбилею. Все у нас получается. Уже приобрел очертания наш западный обход. Мы начали конструкцию гоблинского путепровода. Мы заложили два детских садика. Мы заложили большую школу в заличной части района. И список этот можно продолжать, потому что мы реализуем распоряжение главы государства номер 142 о праздновании тысячелетия нашего города. Благодаря поддержке главы государства, руководства области у нас все получается. Но самая главная поддержка – это вы. Это вы, уважаемые брещане. Яркие эмоции и положительный настрой дарили со сцены белорусские звезды, коллектив ансамбля «Песняры». Участники нынешнего конкурса Евровидения на Ви-Бэнд. Специальным гостем праздника был российский исполнитель Стас Пеха. Артист исполнил несколько новых и уже полюбившихся публике известных хитов. Российскому исполнителю удалось создать настроение праздника у брещан и гостей областного центра. Свои музыкальные номера артист посвящал городу Бресту и его жителям. Шлеф из исключительно положительных впечатлений оставила музыкальная программа в целом у многочисленных зрителей. Организаторы дня рождения Бреста к подготовке праздника отнеслись серьезно и со вкусом. София Брежная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Череда праздничных мероприятий ударной волной накрыла областной центр. Приятных сюрпризов и неожиданных подарков действительно было масса. На четыре дня Брест превратился в большую праздничную площадку. У некоторых брещан даже в глазах задвоилось. Но не от желания успеть посетить все праздненства или жары. Всему виной первый в Бресте фестиваль близнецов. Этот парад, впрочем, как и сам семейный праздник, нов для города, но интерес к нему превзошел все ожидания организаторов. Участниками первого в Бресте фестиваля близнецов стали свыше 120 зеркальных людей и 4 тройни. Самым маленьким близняшкам чуть более месяца, самым старшим 65 лет. Вот они, Галина и Валентина. Женщины схожие не только внешне. На двоих они делят все с самого детства, кроме кавалеров. Признаются, что в их жизни нет места для ссор. Друг без друга они не могут. Даже при интервью держатся за руки. Мы, да, не разлива, да. Она первая вышла замуж и уехала. Для меня это было страдание. Ну, потом муж был военнослужащим и служили в Польше. Я ее к себе в Польшу вызвала, и она там познакомилась тоже со своим мужем. Мы не ругаемся никогда, не ссоримся. Мы так немножко замолчим, а потом отходим. Отходим. А вот этих малышек все время путают. Катя и Вика решили стать участниками фестиваля, чтобы доказать, быть как две капли воды, похожими друг на друга, это больше, чем удивительно. Это делить вещи. И это прикольно, когда нас все путают и говорят, что я, например, Вика, и мы даже подыгрываем. В колоритном и запоминающемся шествии получилось не только потому, что двоилось в глазах от удивительно похожих мальчишек и девчонок, женщин и мужчин. А еще благодаря ярким образом участников. Каждый наряд был продуман до мелочей. Принцессы, моряки, ангелы и даже чертики, бабочки и пчелки. К слову, этим близняшкам-пчелкам Яне и Ульяне чуть больше года, а родители уже заверяют, что их девочки схожи только внешне. Характер с первого начала, сразу с рождения проявлялся. Да, одна первая, там всегда первая, а вторая поспокойнее сейчас, меняется. Увидеть здесь по кругу столько вот детей, кто-то похожий, кто-то разный, ну это очень интересно, и мне кажется, для детей даже это развлечение очень такое прекрасное. Готовиться к параду было не нужно, а вот получить подарок было возможностью каждого. Самые похожие, самые талантливые и креативные, самые незаурядные наряды образ, прессы зрительских симпатий. В этих и других номинациях определились лучшие, как две капли воды, похожие друг на друга люди. Интерес привлечен только лишь потому, что это впервые в нашем городе проводится. Всем интересно посмотреть, что это такое. Мы хотим, чтобы это стало традицией празднования такого маленького праздника каждый год. Подведение итогов фестиваля конкурса цветов «Краски Бреста» состоялось в парке культуры и отдыха. Церемонию награждения предваряла выставка работ участников, которые претендовали на получение специального приза председателя Брестского горосполкома. Дело в том, что масштабная инициатива «Краски Бреста» имела две части. В рамках первой предприятия, организации и просто жители города над Богом украшали и благоустраивали свои территории и придомовые участки. Вторая часть – выставка в парке. Здесь конкурсанты представили цветочные композиции. В числе участников и те, для кого цветы – это работа, и те, для кого цветоводство – хобби. Я думаю, что для нашего предприятия праздник удался, потому что фотосессии проходят, особенно детворе нравятся наши игрушки из живых цветов, клубника, которая действительно вкусная и ароматная. И думаю, лесная полянка наша удалась на славу. У нас присутствует очень много фотозон, где люди могут фотографироваться. Мы считаем, что очень интересно и будем рады видеть всех у нас. Мы очень рады, нам очень нравится. Мы всегда готовы участвовать, придумывать что-то новое, оригинальное. Мэр Бреста Александр Рогачук, обращаясь к участникам праздничного концерта, отметил, такой фестиваль для города – новинка. Что-то реализовать удалось, над какими-то моментами еще придется поработать. Однако вероятность, что инициатива эта в городе над Богом приживется велика, как и шанс, что Брест к своим многочисленным титулам и регалиям добавит еще и статус самого зеленого и цветущего в стране. Хороший, красивый фестиваль, фестиваль, который, наверное, тоже должен быть традиционным. Скорее всего, мы его также увяжем к дню города, именно в воскресенье, чтобы он был после всех этих фейерверков. Знаете, фейерверк он так выстрелил, вроде бы как здорово, все хорошо. Прошло 10 минут и просто хорошее настроение. А цветы – это надолго, цветы – это практически месяцы хорошего настроения. Поэтому замечательно, я очень доволен. Специальный приз главы города Александра Рогачука получили сотрудники рынка «Лагуна» за композицию с одноименным названием. Конечно, очень приятно, потому что мы очень готовились, весь коллектив принимал участие. Поэтому мы очень рады, что мы сделали чуть-чуть, может, лучше, чем другие. Вообще композиции очень много красивых, хороших. В рамках концерта награды получили также представители предприятий, учреждения, организации и горожане, которые отправляли заявки на конкурс по благоустройству своих территорий и придомовых участков. К примеру, среди предприятий лидером был признан завод-долгожитель областного центра «Белалком». В этом году компания отмечает 120-летие со дня основания. В числе традиций, которым уже не один десяток лет, презентабельный внешний вид. Благоустройство территории – это не только соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. Это еще и эстетически ухоженный вид территории. Это настроение наших сотрудников. В конце концов, это их здоровье. Ну и немаловажную роль красота играет в создании имиджевого образа. В ходе мероприятий не раз было отмечено. Брещане с удовольствием включаются в благоустройство родного города. Активно участвуют в конкурсах, что, безусловно, идет городу над Бугом на пользу. Кстати, Брестский градоначальник, подводя итоги конкурса летнего, напомнил, что не за горами точно такой же, но зимний. Саню нужно готовить летом, и уже сегодня коммунальные службы приступают к планированию новогоднего оформления Бреста. К процессу приглашают присоединиться всех желающих. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. С днем рождения Брест, говорим мы еще раз. Это особый праздник для нас, и самое время вспомнить о важности нашего города. Брест – настоящий дипломатический центр, где смешались десятки национальностей. Миллионер с богатым культурным наследием и славной историей. Город, сочетающий старинные архитектурные памятники и гордые высотки. Брест – город смелых контрастов, который вдохновляет и питает силами каждого своего жителя. Пусть Брест процветает, становится богаче и при этом не забывает про свои истинные истоки. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 2 августа погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса. В Бресте будет жарко. Температурный максимум составит 35 градусов. В дневные часы – ночью до 24 градусов. Осадков не ожидается. Днем – западный порывистый ветер. Атмосферное давление будет падать. Атмосферное давление будет падать.